Здравствуйте! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такой вот браслет. Дело в том, что этот браслет у меня получился как бы так, чуть ли не шуточно. Я сидела, возилась с бисером, и мне очень захотелось как-то так поэкспериментировать. А потом, когда я уже некоторую часть браслета сплела, я посмотрела в интернете. Оказывается, есть такой метод плетения, называется агалала. Вот. Плела я, смотрите, вот таким вот бисером. Вот этот синий, очень красивый бисер, его номер 31100. Ну, а здесь прозрачный такой у меня белый, сиреневый, я номеров сейчас не могу сказать. И еще я применяла здесь бусинки вот 10 мм, вот такие. И хрустальные биконусы вот такие вот 4 мм. Смотрите, мастер-класс, я когда начинала плести браслет, я не записывала ничего, конечно, потому что, говорю, я сидела, просто экспериментировала, что у меня получится. Я вам сейчас на пальцах объясню, как сплести вот эту вот основу. А уже когда я вставляла бусинки и биконусы, я это видео записала. Смотрите, плетется все очень просто. Значит, вы набираете нужной длины. Вот я набирала вот этот вот набор бисера 20 см. Вот, потом через одно мы вставляем, проплетаем целый ряд вот так вот 3 бисеринки. Вставляем 3 через одну. Вот, потом из каждой вершинки мы вставляем по 5 бисеринок. Из каждой вершинки вот этих потом мы, когда проплели целый ряд, вставляем по 7, потом по 9 и потом по 11. Вот на этом я закончила. Тут уже я решила, что больше не стоит добавлять. Вот, смотрите, идет наше вот 3 бисеринки мы вставляли, вот эти вот. Видите, вот они 3, потом идет 5, потом идет 7, потом 9 и 11 дуга. И вот здесь уже, когда я вставляла биконусы, дальше я уже видео стала записывать. Поэтому я сейчас включу вам видео, вы посмотрите. Если кто захочет, то, значит, делает себе такой браслет. Смотрится он очень неожиданно, очень как бы эффектно. И самое интересное при всем при том, что он такой, будем говорить, массивный, он как бы очень комфортно на руке смотрится. Вот я сейчас застегну. Она хоть и магнитная застежка, но мне как-то не всегда удается. Вот, смотрите. Очень красиво, очень так оригинально. Ну, во всяком случае, мне понравился. Да, и вот, смотрите, я как одела застежки. Когда я закончила плести браслет, я вот просто на колечке одела вот сюда, вот так вот застежку магнитную. И такой получился браслет. Ну, я желаю вам приятного просмотра. Ну, вот, после того, как мы проплели наши дуги из 11 бисериночек по всей длине нашего браслета, я решила вот здесь, между вот этими бисеринками, с которых мы начинали наши дуги, вставить вот такой набор. Смотрите, две бисериночки, один хрустальный биконус и еще две бисериночки. Ну, и вставляем вот между вот этими бисеринками, из которых наша дуга начинается. Вот, и посмотрите, какая получается необыкновенная красота. Все очень воздушно, очень красиво, и вот эти биконусы добавляют такой, как бы, такой хрустальности, невесомости. Ну, что будет дальше, я вам покажу. Ну, вот, после того, как я полностью закончила все вот эти валанчики плести, значит, нужно как-то организовать это все дело красиво, чтобы оно смотрело в ту сторону, в какую надо, потому что я хочу сюда вставлять бусинки. Вот, и вот смотрите, что я придумала, чтобы облегчить себе жизнь. Значит, я хочу сюда, значит, нанизать это на спицу, но так, чтобы у меня сверху и снизу оставались одинаковые, одинаковая длина вот этого вот валанчика. Значит, я беру, допустим, три сверху, одна боковая вот так, три. То есть, у меня между, смотрите, спицей раз, два, три, четыре, пять должно быть. Значит, и здесь должно оставаться пять. То есть, идет раз, два, три, четыре, и вот сюда под пятую спицу мы, под пятую биконус мы засовываем. Опять считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда мы заходим, и считаем. Раз, два, три, четыре, и пять. Вот сюда мы должны зайти. Вот. Ну, и таким образом я нанизаю все, чтобы у меня оставались. Смотрите, видите, как получается. Такое кружево, нанизанное на спицу. То есть, идет волна сверху, волна снизу, волна сверху, волна снизу. Ну, и волны должны быть равномерными. Ну, и покажу вам, как дальше я буду пришивать бусинки. Ну, вот, смотрите, я собрала весь браслет на спицу. То есть, у меня получается, на каждая волна состоит из пяти, ну, вот, из такой волны, на которой, ну, вот, пять дуг, пять биконусов здесь, короче. Вот. И дальше я хочу вот в эти вот углубления поставить в таком вот шахматном порядке, попришивать бусинки. Смотрите, как это будет выглядеть. То есть, еще раз я показываю, в какие дырочки я засовывала, ну, спицу. Смотрите, в те волны, которые состоят из семи бисериночек. Вот раз, раз, два, три. Четвертая наша, из которой выходила уже девятерная волна. Вот, мы вот так проходили и, значит, считали, что, значит, каждая спица заходит под биконусом, ну, под той волной, где стоит биконус, и мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, здесь уже неправильно. То есть, вот здесь под пятую должна заходить. Раз, два, три, четыре, пять. И тогда на следующую волну у нас тоже остается. Мы считаем. Раз, два, три, четыре и пять. Вот, пять. И вот сюда мы заходим в следующий раз спицей. А пришивать биконусы я буду, значит, не биконусы, извините, бусинки я буду пришивать. Вот, прямо буду идти по, не к бисеринам пришивать, а просто идти вот тоже под вот эти вот арочки. Сюда я прохожу, пришиваю бусинку. И, значит, вот в этих вот местах, где между волнами, я буду вставлять вот так вот биконус. А может быть, я сейчас промерю, может быть, даже биконус и парочку бисерин. Вот. Но я сейчас, как первые сделаю прошивки, я вам покажу, как получается дальше. Ну, вот посмотрите, что у меня получается. То, что я одела спицу, это очень здорово облегчило мне жизнь. Я вставляю, смотрите, бусинку, и мне не нужно каждый раз высчитывать, в какую дырочку протягивать иголку. Смотрите, вот, если смотреть с обратной стороны, то я вставляю в первый же треугольничек, вот этот синий, от спицы сверху. Одела здесь биконусом, вот, а здесь я сразу одеваю бусинку и точно так же выхожу в треугольничек, в первый, который сразу же над бусиной, вот он, над бусиной, господи, над спицей, вот. То есть, и то же самое я буду делать, когда буду провязывать нижний ряд. Да, и хотела я вам дать такой совет, вот, я так сама для себя придумала в этом, потому что очень много нитки идет. Я прикрепляю нитку сразу два конца, то есть, я беру длинную нитку, завязываю между собой. Это я буду вязать, ну, верхний ряд. Вот этим, вот этой ниткой я потом ставлю здесь иголку и буду вязать нижний ряд из бусинок. И точно так же я вязала вот эти все дуги, потому что очень-очень много требует оно нитки и прикрепляться особенно здесь негде. И я буквально вот каждый раз прикреплялась на два ряда, то есть, связала в одну сторону, потом одела иголку и вяжу дальше сюда. Вот, ну, еще раз, смотрите, я захожу вот в этот синий треугольничек сразу, который над спицей, вот. Я сейчас из него вышла, одеваю биконус и захожу в этот синий треугольничек сразу же вот здесь над спицей, видите, вот здесь. Вот здесь я вышла, одела бусинку и вышла вот такой же треугольничек, который над спицей. Его хорошо видно с обратной стороны, вот сюда, видите. Вот, ну, таким образом, не надо мне каждый раз высчитывать, а вот, смотрите, что получается. Ну, вот я довяжу и покажу вам дальше. Ну, и по следующему ряду я делаю то же самое. Смотрите, вот моя ниточка выходит из треугольника ближайшего к спице. Одеваем бусинку и точно так же заходим вот сюда, в ближайший к спице треугольничек. Вот, я здесь выхожу, с этой стороны лучше видно, видите, вот тут. Бусинку одела, одеваю биконус и захожу опять-таки вот в этот вот треугольничек, вот он, вот сюда. Вот, вот сюда, вот сюда, ближайший к спице, вот выхожу здесь. Одеваю бусинку, выхожу в треугольничек, в этот ближайший. Вот, бусинка, она как в чашечку в такую садится. Вот, одеваю биконус с обратной стороны. И захожу опять в треугольничек, ну и так до конца ряда. Ну вот, я вставила все бусинки и пришло время вынимать спицу. А смотрите, как красиво получилось даже с обратной стороны. Хоть здесь у нас лицевая сторона, а очень красивый получился даже вот с этой стороны браслетик. Ну что, вынимаем. И вот у нас получился вот такой вот браслет, смотрите. Осталось мне подумать над тем, как пришить застежки. Ну и когда я это сделаю, я вам покажу. Ну вот, я закончила плести. А здесь я немножко, смотрите, вот это вот начало браслетика наше, где я все эти нитки соединяла. Я его сшила, ну, соединила вот с, ну, так вот с этим колечком, так аналогично получилось. И у меня получился конец браслета, вот такой вот полукруг. И сюда я вот на колечках просто одела вот так вот замочек. Просто без всяких вот замысловатостей. А получилось очень, ну, мило и оригинально. Ну, на этом все. Все, кто захочет себе этот браслет сделать, сделает очень быстро. Ну, пусть не быстро, но очень легко. Вот. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.